Турция готова открыть границу с Арменией? Сможет ли армянская промышленность легкая, например, и прочее конкурировать с турецкими товарами? Очень много сомнений выражают армянские специалисты сами в этом вопросе. Действительно, в значительной степени индустриализация Армении была подорвана этой многолетней блокадой, закрылись многие предприятия. Ну и, конечно, было бы желательно восстановить эту промышленность и довести ее до такого состояния, когда она могла бы конкурировать с промышленностью, с возными продуктами. Даже одежда, обувь и так далее, чем всегда в последние годы славилась Турция. Они с успехом конкурируют с Китаем. Сможет ли армянская промышленность конкурировать? Ну, в этом большие сомнения есть у армянских специалистов. С другой стороны, между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений. Как же в таком случае открывают границу? Они будут открыты именно так, что могут пользоваться, во-первых, третьи страны. Так вот заявлялось. А это вы как понимаете, третья страна? Третья страна, это может быть ввоз в Армению продукции арабских государств, например. Затем европейских государств через турецкую территорию, там не миновать турецкой территории. То есть вот таким образом, насколько это выгодно. Понимаете, транспорт здесь, ну, наверное, самый дешевый пока действительно идет через территорию Турции. Ну, пока что другие пути закрыты. Сами знаете, через Абхазию, да, есть дорога крайне сложная, да, и Абхазы не стремятся ее открывать, боятся того, что грузинские танки, так сказать, будут быстро доставлены через такую дорогу при восстановлении мостов разрушенных и так далее. Но она сама по себе дорога не очень надежная, максимальная скорость, там где-то километров 40 максимум. Очень, конечно, наши инженерные войска восстанавливали ее, она стала функционировать. Но, в принципе, там нужны большие капиталовложения, там тоннелей, очень много тоннелей, они однопутки, и поэтому это создает массу проблем при движении поездов и так далее. Но, тем не менее, хоть какое-то сообщение. Но позиция Абхазии, той же и боясь Грузии, она, конечно, удерживала Абхазов от того, чтобы этот коридор открывать. И пока что Армения пользуется дорогами через Грузию, автомобильными. Но автомобильные дороги, сами понимаете, ненадежны, особенно зимой, особенно, когда идут сильные снегопады. Опять же, горные дороги есть горные дороги. Так что, в принципе, Армении, конечно, нужно и сообщение, но безопасное сообщение и через турецкую территорию. Сможет ли его обеспечить Турция? Ну, будем надеяться только. Редактор субтитров А.Семкин